Хочу остановиться и продолжить эту тему. В прошлый раз я говорил про Равгая Гаона и про конец, ну, ешивот Бавэ. Конец имеется в виду, что они прервали свою деятельность где-то лет на сорок, по-моему, сорок пять. Они восстановились в виде багдадской ешивы. Уже не было двух ешив Суры и Памбедита. Это только названия были, описываемые к одиннадцатому веку. Они восстановились в виде багдадской ешивы, но веса эта ешива больше не имела большого. Точнее, она пыталась. Есть переписка Рамбома, например, с главами Вавилонской ешивы по поводу плавания по большим рекам в субботу, например, из известных посланий. Но такое чувство, что Рамбом находится в позиции более высокой, чем главы ешивот Бавэ. Вещь немыслимая до Равгая Гаона, то есть вот смерть Равгая Гаона – это, собственно, конец ешивот Бавэ. В смысле, именно как главного центра, из которого руководствуется все, то есть 1038 год – это конец центрального положения, давайте так вот, руководящего ешивота Бавэ. Бавэ вавилонских ешив, как руководящего центра. Вот эта дата, она является концом эпохи Гаона всяка, хотя еще раз, Равгая Гаона иногда считает решенным, но я повторяю, его считают иногда Гаоном, иногда Решоном, но Решоном, потому что он писал комментарии к Талмуду. Дело в том, что Гаоны, у Гаонов, значит, есть, я говорил, что вот у них есть еще сборников несколько у Гаонов на тему, например, довольно толстый сборник законов о совершеннолетии всевозможных. В основном, основная проблема, как определяется, совершеннолетие по физиологическим признакам или по возрасту. И, например, еще и важная проблема при отклонении физиологического созревания. Кстати, по рамбаму 13 лет для мальчиков выбрано, как, ну, практически все мальчики входят в период полового созревания в 13 лет, ну, 99.97. Поэтому 13 лет – это как бы очевидный возраст. Там длинный разговор, там, я не хочу на одной ноге. Но вот такого рода, Хилхот, Филин могли быть сборники, вот они сборники иногда писали. Но считается, что гаонские тексты не могут быть комментарием сквозным на Талмуд. Рафхай Гаон такой написал на несколько трактат. Поэтому в этом смысле он решил. Значит, главным центром на тот момент еще при жизни раба Гая Гаона начал расти значение этого центра. И во главе этот центр в городе Кейраване, а именно это рабейну Хушейль, Бара-эль-Ханан. Рабейну Хушейль, Бара-эль-Ханан, он малоизвестный сегодня человек по причине того, что он не письменный. То есть у него были письменные труды, но тем не менее он очень важный. Вот есть несколько людей, вот таких я буду упоминать и буду, может быть, рассказывать. Это, например, раби Яков Поляков в Польше, который не оставил ничего письменного, но просто упоминается всеми его учениками. И вся элита Польши – это его ученики, и он непрерывно упоминается. Вот бывают такие люди. Вот рабейну Хушейль, он именно вот такой. Рабейну Хушейль, он, значит, как раз в Агадзе, вот, который я в прошлый раз рассказывал о четырех пленных, он один из героев. Значит, и он попал в Кейраван. И, собственно, в тот момент во главе Ешивы Кейраван стоял Рабьяков, человек, о котором совсем малоизвестно, но у него был сын Рабейну Нисим. Вот не публики, есть несколько Рабейну Нисим, есть два Рабейну Нисим, есть вот этот Рабейну Нисим Барьяков из Хейравана, а есть Рабейну Нисим Герундий из Жерона. Значит, Герундий – это Жерона всегда. Ну, есть его, как имя, но из Жерона. Или Герона, я же не знаю, как сегодня, по-моему, Жерона произнесся. Не помню, как сегодня произнес название этого района. По-русски Герона, по-моему, Жерона, но я не уверен, я могу ошибаться. Значит, это другой человек, их два человека, они довольно знамениты оба. Это его сын, сын Рабьяков. Значит, когда Рабыну Хушейль Барльханан прибывает в Кейраван, то по вот Агаде, который я рассказывал, он туда прибыл в числе пленных. Опять, история про пленных, вот, которые рассказывали в Супер-Каббала, Рай вот первый, Рабейну Авраам ибн Дауд, значит, непонятно. Дело в том, что, значит, тут довольно важный момент. Еще раз, вот три главных героя этой книги, они из Южной Италии. По морю они отправились, там разные теории, почему они отправились по морю и связаны там с разными источниками. Тут не буду входить, это тема историков. Может быть, собирать деньги на ешевод Бавэль, но тогда это понятная история, потому что ешевод Бавэль, я уже рассказывал, чудовищное положение, которое сложилось в Вавилонии в то время в связи с морозами, в связи с четверть века холодов. Ну, к тому моменту еще меньше, но вы же сами понимаете, что три года неурожая – это смертельный совершенно номер для тех лет. Да и сегодня, вон, был там один неурожайный год, так цены троекратно подскочили, моментально. Так, но по всему миру неурожайный оказался по разным причинам. Сегодня все компенсировано за счет международных связей, мало здесь, много там. Тогда это было не так. И, может быть, они отправились в путешествие собирать деньги на ешевод. Значит, дальше вот эта история про их плен и как они попали в три разных части. Рабейну Хушиэль попал в Хейрован, и не очень понятно, как он попал. По Агаде он был продан, но дело в том, что он написал вот это письмо Шамарге бен-эль-Ханан. Это еще один человек из Лидии, но он в Египте был. Значит, оба из Южной Италии, и это важный момент, еще раз, Южная Италия, этот центр, она примыкает к палестинскому центру. И для нее важнее Иерусалимский калмут вообще. Тем не менее, ешевод Кейрована – это вавилонский калмут в основном. Значит, и вот сохранилось его письмо о том, что вообще-то он из Кейрована надеялся перебраться в Египет. Египет – это процветающая страна. Еще раз, она, я напоминаю, что Египет климатически не зависит от климата от Среднего моря, от Средиземного моря. Египет климатически зависит от погоды, от Индийского океана. Не буду сейчас объяснять, как это связано. Хотя, в общем, следует знать, что вода в Египет поступает с Эфиопии. И вот сейчас там на грани войны был момент, когда Эфиопия строила плотину на верховьях Нила. И там на грани войны Египет взбыл и сказал, что вы нас голодом хотите уморить. И обещал туда войска послать, чтобы не дать построить эту плотину. То есть, это и сегодня актуальны все темы. И там войны за воду – это отдельная такая тема. Но Египта, в общем-то, не коснулась. И в Египет тогда пытались много народу попасть, просто потому что Египет в тот момент – это место сладкой жизни. Ну, сладкой. В соответствии с эпохой. То есть, это такой остров, богатая страна. Ну, вот как в Америку едут в 19 веке. Я же приводил это замечательное письмо, написанное в Одессу из Америки, из Нью-Йорка, что, как мы здесь замечательно живем, и я каждый день ем сардинки с сардинки с сардинками. То есть, здесь, ну, замечательная толстая жизнь. Вот. Египет такой же был страной в этот момент времени. И он собирался перебраться таки к своему коллеге в Египет. Но дальше… Но я всячески задерживался. И в Кейроване здесь меня уговаривали и предлагали всяческие жизнь. И не только в глазах общинных, но и в глазах царя. То есть, власти были, оказывается, заинтересованы в том, что в укреплении еврейского центра в Кейроване. И это понятно, потому что укрепление еврейского центра в любой стране Средиземноморья – это на самом деле торговые связи. А Рабейну Хушель, он человек впоследствии весьма состоятельный. И это средиземноморская торговля. То есть, интересно как раз был прямой авторитет. Это связи. Это никогда нельзя скидывать со счетов. Особенно, когда мы говорим о таких вещах. Началось это тем, что, собственно, Рабейну Хушель стал во главе Ешида вместо Рабейну Якова. Вместо того, кто занимал эту должность. И он занимал эту должность. И выяснилось, что это действительно очень удачное назначение. И уже при его жизни Ешида в Кейроване стала одной из самых знаменитых в мире. То есть, она била и Александрийскую Ешиеву, и Пустатскую, то есть, и египетские Ешиевы. А я говорю, что в Багдаде не осталось решения. То есть, именно он превратил Кейрован и не на три поколения. На три поколения Кейрован стал главным еврейским центром. Значит, причем слава его еще при жизни Рабгая была. И Рабгай Гаон пишет, что я слышал, у вас в стране живет Рабейну Хушель, и он большой, и он великий человек. И я хотел бы, чтобы он посылал мне письма. Это сохранившееся письмо Рабгая Гаона. Исследование, чтобы участвовать в наших исследованиях, как это делалось прежде, чтобы мы могли получить наслаждение от его потрясающих вопросов. Вот нефлаотфа, там слово нефлау, это удивительный вопрос. Значит, при этом он, кстати, сохранил свои связи с Ешивой в Берет-Исраэль, Рабейну Хушель. То есть человек, который административно очень много сделал, там сохранилось, на самом деле после него сохранилось, там несколько, была такая форма очень принятая, легия, треорные легии, там о нем вот есть несколько таких, сохранилось несколько таких, на его смерть. Причем той, которую я читал, там потрясающая совершенно. И всякую разум, и всякую мудрость твердую, он их собирал, как собирают брошенные яйца. Мне ужасно понравился этот пассаж. Он «Асавтамкаээссовбэйцимазубот», то есть без наседки, то есть такой вот удивительный оборот. Ну, да ладно. Главное состоит в следующем, что после его смерти, вот теперь глазки разбегаются на двух людей. После смерти рабэйна Хушейля, как бы в центре Кирована формально должность главы Ешивы занял рабэйну Нисим Барьяков из Кирована, сын предшествующего главы Ешивы. При нем рядом находится сын рабэйну Хушейля. Занимает ли он какую-то должность, не знаю. Он как бы, ну, судя по тому, что ему там присылают какой-то титул из Вавилонии, и какую-то должность занимает, непонятно, какую должность администрация он занимает. Вот кто из них интереснее, тут сказать трудно. Дело в том, что рабэйну Хананаэль, он письменный человек. Вот если ран рабэйну Нисим Барьяков, он, значит, от него… Давайте вот про… Давайте я вот с кого из них начать. Рабэйну Хананаэль, он, кстати, он уже, он приехал с отцом на самом деле, попал в Кирован, и он в Магрибе, то есть в Северной Африке, он называется румейцем, то есть итальянцем или европейцем, как хотите, потому что румеи – это все жители Европы, христиане, это вообще обозначение христианских стран. Поэтому там, когда переводят Рим и Вимлянин, нет, это неправильно. Он румеец. Он сохранилась, эта идея, но он, собственно, первый человек, который написал комментарий практически ко всему Толмогу. Вот это первый большой комментарий. Значит, чтобы было понятно, он умер в 1055 году. Вот чтобы ориентир был какой-то. Это первый комментарий. Комментарий довольно любопытный. Что значит довольно любопытный? Его виленское издание «Вдовы и братья Фром» напечатало все, что у нее было, и оно в столбцом в обязательном порядке, если он существует, обязательно приведен к каждому трактату, где он существует. Такой комментарий до нас дошел. Стиль. Вот надо сказать, что стиль у него, у него великолепный стиль. Вот это очень важная вещь. На самом деле стиль письма для хорошего комментатора. Это очень важная вещь. Именно это умение писать кратко. Он умеет писать кратко и ясно, вот одновременно. При этом он, вот его комментарий характерен тем, что это попытка сделать доступным Талмуд. Там, где тема ему кажется понятной любому грамотному человеку более-менее, ну хотя бы умеющему читать такие темы, он просто пропускает. Он просто их не комментирует. И там может оказаться, что он все, что считает просто, и вот, скажем, пропускает, например, там с десятка два просто вдруг замечания, а остальная тема, она простая. До свидания. Он ее просто пропускает. В этом смысле он хорош, но при этом вот теперь довольно важный момент. Робейну Хананель считается очень важным источником для понимания мнений Гаона. При этом он никогда не был в Вавилонии. Он никогда не встречался с Гаоном. Ни с одним. Но вот оказывается, к его жизни письменной литературы, вот эти письма, послания, копированные, размноженные в результате, уже и в Ешевике и Робан есть библиотека великолепная этих ответов, он их знает в таких количествах. И, например, во всех спорных случаях, когда пытаются там разобраться, чье мнение, если нужно, если мнение Робейну Хананеля считается отражающим регулярно мнение Гаона. Там надо аккуратно. Если он действительно ссылается, он на них просто ссылается, а Гаона говорят. Поэтому его мнение всегда очень важно просто для проверки, насколько древнее это мнение. Но он, вот и этот стиль, которого не будет у Раши, он регулярно пользуется и в качестве опора он регулярно ссылается на тему герусалимского талмата. Что неудивительно, еще раз, источник Робейну, его папа, Робейну Хучейль, он из Южной Италии. Южная Италия, это, еще раз, это герусалимский центр, это он зависит от герусалимского центра. Поэтому он очень активно пользуется и ссылается на герусалимский талмату. Это еще одна вещь. При этом стиль, удивительно, я всегда считал, что итальянцы другие, но стиль, например, о году он регулярно, о году просто комментирует, как эта притча, или говорит, что это приснилось. Он, вот обратите внимание, мы говорим про человека в центре магриптии, то есть африканский, он не верит в колдовство вообще. И замечу, что Рамбом, который тоже колдовство отбергает с порога, у него было на кого опереться. И, значит, и это удивительно, потому что несколько позже именно Кейрован окажется тем центром, где про колдовство будут очень много говорить и вполне верить. То есть там произойдет какое-то изменение большое, но это произойдет потом. В этот период, вот это Италия, южное влияние, наоборот, они как бы не склонны к суевериям, они не склонны верить колдовству. Они, ну вот я уже приводил пример, там, когда мудрецы помбедиты, когда слышат про колдовство и заговоры, говорят, ну, так не бывает, ну, разве что это в Ешиву-Суре, она ближе к Павилону, у них там это бывает. А у нас это, мы еще 150 километров оттуда, у нас этого нет, у нас этого нет, это вот в Суре все происходит. Они ближе к Павилону. Вот где-то вот эта вот школа Рабейну Хаменаэля, она именно такая. Я вообще очень люблю такие комментарии, я люблю Рабейну Хаменаэля, он безумно ясен всегда. Он четок, ясен и хорош. Значит, он написал комментарий к Тори, он до нас не дошел, а дошел, есть попытка, я ее, кстати, не читал, не видел, есть попытка восстановить его по цитатам у других авторов этот комментарий. Его к Тори, он до нас не дошел в целом виде, но он довольно много цитировался разными авторами, поэтому что-то там сорвать, здесь возможно. Я хочу заметить, что в 20 веке сделана некоторая такая работа, попытка восстановить когда-то известные комментарии, которые до нас не дошли. например, таким образом восстановлен комментарий Рожбама к первому 17 главу книги Бориши. Это восстановленный комментарий по цитатам у других, по цитатам из него у других авторов. И он довольно плотный оказывается, то есть он оказывается процитирован столько раз, что он оказался довольно плотный. и надо помнить, что этот комментарий Рожбама, он восстановленный. И вот такой же есть такой комментарий, комментарий Рабыну Ханаэля восстановленный и при этом я бы сюда посмотрел, но ежели руки дойдут, потому что его еще достать надо этот комментарий, то есть надо пойти и сесть где-нибудь посмотреть. человек, который до нашего времени, до нашего времени, ежели считается, что его мнение отличается от мнения Раши, приводится, он регулярно исследователи Рамбома на него ссылаются непрерывно, то есть он очень важен для исследований двух авторов, об одном я буду рассказать в следующий раз, это Рабе Ицеки Альфаси, для исследований Ицеки Альфаси он обязателен, при этом трудность исследований состоит в том, что Рабе Ицеки Альфаси имел привычку не ссылаться на комментаторов, то есть он цитирует, но не ссылается, поэтому там надо аккуратно читать, поэтому регулярно там приходится класть перед собой два текста и просто свереть. Значит, это Рабейну Хананей, еще раз, ничего, кроме комментариев Талмуду, собственно, до нас не дошло, но комментарий просто фундаментально важный, и это первый большой комментарий, кстати, да, сразу скажу, Раша этого комментария не видел, его комментарий не зависит абсолютно от Рабейну Хананейля, а вот его внуки, Тасафот, на него ссылается непрерывно, они видели, и там регулярно идет обсуждение по комментариям, но это внуки в комментариях Тасафот очень часто, он часто упоминаемый человек. Вот Рабейну Нисим, тот, который из Кейрована, он другая фигура несколько, он тоже, они, значит, работают рядом, но Рабейну Нисим, парень Ахов, который, он занимает официально, он глава Ешида, и значит, он умер в тысячи пятидесятых где-то год, судя по всему, то есть, ну, вот, одновременно. Работают они рядом, и он написал несколько книг, из них полностью до нас дошла одна, я не скажу, одна из них, одна из, главная его книга была в свое время совершенно потрясающая, книга называется Мафтех, значит, ключ к запертым замкам Талмуда, вот так вот, Мафтех, Мина Олей Талмуд, Хаталмуд, значит, называют ее просто Мафтех, ключ, и это действительно очень любопытная книга, еще раз, она сейчас, ее пользуется очень мало, в свое время, она была безумно важной, и ее обязательно держали на столе все ученые люди, по самой простой причине, человек сделал великолепную работу, что там, где обсуждение Талмуда непонятно, он приводил параллельно, он ставил просто параллельное место в Талмуде, в другом трактате, где эта тема полностью разобрана, как бы благодаря этой книге, если ты не понимаешь здесь, то вообще-то полностью эта тема разобрана там, и там стоит ссылка. Вот этот Маптеах, он просто это регулярно исходит, причем регулярно ставятся ссылки там на Тасепту, откуда что берется, он регулярно показывает ссылки из Вавилонского Талмуда на Иерусалимский, утверждая, что там мы поймем, еще раз, ничего удивительного о влиянии итальянской школы, значит, ссылки в Иерусалимский Талмуд будут очень важными. Вообще, главный недостаток этой книги, почему она слабо распространена, у нее оригинал арабский, он писал по-арабски эту книгу. Ее, есть перевод ее, но он где-то в 19 веке осуществлен, и некоторая часть есть в Виленском, в том самом Виленском Талмуде, знаменитом, то, что было переведено на тот момент, туда включено. Вторая книга, она была тоже очень важной, но дело в том, что она толком не издана, и даже непонятно предполагалось ли, что эта книга будет закончена. Судя по ее, по рассказам о ней, это его записи, да, называется она Магелад Старим, не путать, есть несколько книг с таким названием, это до нас тоже не дошла, она до нас, поэтому, когда Магелад Старим, это, есть такая важная книга по, связанная с философией Кабалой, такая кабалистическая философия, но это другая, не путайте книги, это до нас не дошла, значит, и до сих пор не ясно, она, она расходя, она была, ею пользовались, но так и не ясно, была ли это книга, или это были дневниковые записи, ну, вот, человек ведет дневниковые записи по поводу своих исследований, и потихоньку ее добавляет, то есть, она как бы видно, как она просто постепенно дополняется, она по временам вроде бы сделана, причем на радость цитат, которые дошли, некоторые на иврите, некоторые на арамейском, как положено, а некоторые вообще на арабском, но дело в том, что главная книга, которая дошла, это куда более интересная книга, это книга Хибурьефе Мегаишуа, или же она же Сефер Масиот, Масис, значит, Хибурьефе, это, как бы это перевести, билетристика, да, Белла, Хибурьефе, это там слово билетристика, да, я бы сказал, перевести лучше всего, красивая книга о спасении, значит, он, эта книга была написана и послана его, значит, у него была дочь, у нее был муж, да, я не знаю, да, значит, как это по-русски, взять, взять, в связи со смертью сына, и, ну, значит, это прекрасная книга о спасениях, еще, это не, это сборник Агады и Сталмуда, и Медрашей, как правильно, как правило, связанное с тем, как люди в той или иной ситуации спасаются от всяческих бегствий, то есть, как бы, зман в Ешуа коров во время спасения близко, то есть, такая утешительная книга, она издана была там чуть ли не сразу в начале еврейского книгопечатания, и с тех пор переиздавалась каким-то бесконечным числом изданий, то есть, отследить все издания этой книги просто невозможно, первый раз она была издана в, хуже, что это у нас Стамбул, Константинополь, что это Константинополь так пишется на еврейском, еврей до сих в книге издания, название типографии, стамбульское называется «Константинополь», так и сохранилось, значит, и надо сказать, что, ну, я такие книги читаю, она не толстая, там страница с 90-х кругом шрифтом, она не толстая книжка, это симпатичная книжка, там есть некоторые смешные вещи, некоторые вещи, например, что ценно в этой книжке для исследователей Агады, знаете, в Талмуде есть привычка, некоторые вещи которые были широко всем известны, написать, как история, как была с кем-то, или как история такая-то, и дальше все знают, а быта в том, что сама история до нас не дошла. Некоторые истории мы знаем из комментариев Раши, а некоторые истории, например, из книги Раббейна Нисси. Ну, например, история, которая упоминается, значит, нельзя сидеть на арамейской кровати, как история с Равпапой. И, значит, в трактате по сахим продолжения истории нет, как бы все знают историю с Равпапой. Значит, есть ее вариант, эта история в трактате про ход, но он краткий. У Раббейна Нисси, эта история проведена полностью. У Рава Папа был должник горь. Да, у Рава Папа был состоятельный человек, у него могли быть должники, потому что он продавал свои товары со срочкой платежа, причем такой серьезной отцомочкой, полугодовой практически. Это серьезная отцомочка. Так как Рав Папа требовал от него долг, то решил этот гой сделать ему обмануть и сделать его навет чтобы избавиться от долга. Что сделал? Взял одного маленького мертвого младенца и подложил в его свою кровать и прикрыл одеждами, чтобы никто не прикрыл в данном случае тканями, прикрыл ее всевозможными тками, чтобы никто не заметил. И сказал Рав Папу, он пригласил Рав Папу к себе в дом и сказал, что отдаст дом. Тот пошел, вошел в дом, гой предложил сядь на кровать и обратил внимание на странное поведение, и прежде чем сесть, он поднял постель, которая накровит и в белье обнаружил младенца. С тех пор мудрецы запретили сидеть на гойских кроватях вот такая история. Это значит оттуда эта история. Впрочем, есть куда более симпатичная история, которую я слышал от ее очень любят рассказывать, задавать вопрос молодоженам, но источник у нее именно здесь. Он в трактате брохот приводит такая история, она общеизвестна отсюда. В земле Израиля, когда приходили в дом жениха, то спрашивали его маца о моце. Его спрашивали маца, нашел или находишь моце в настоящее время. Имеется в виду две цитаты. Одна из Мишлей маца иша маца тоф, нашел жену нашего блага, а моце это естественно из Кахэлот, вот они моце этмар мимават этгэ иша. И вот я нахожу то, что горше смерти, а именно жену. наши мудрецы предложили как исправить положение, ежели жена плохая, а кто бабольшая. То есть развестись нельзя. Жена плохая, а кто бабольшая, это значит развестись нельзя, потому что слишком богозаплатить. По причинам, которые в фильмах, почему муж убивает обостылившую жену. дешевле убить, заплатить. Но мудрецы такой совет не дают, естественно. А предлагает взять вторую жену при ней, потому что это самое. Значит, взять вторую жену, потому что вторая жена так достанет первой, что сама без всего готова будет уйти, потому что ничего хуже, чем отношения двух жен придумать нельзя. Ну, вот, я не знаю, шутка это или нет, но, по крайней мере, вот такая вот замечательный совет, который он здесь пишет. Ну, в наше время это невозможно. Да, при этом я хочу заметить, продолжать, что если же человек богатый, то опостылевшуюся жену надо дать развод, чтобы она не жила с ним даже одного часть, который, ибо сказано, изгони насмешника уйдет опасность. Ну, вот такие вот истории. Хочу заметить, что книга, которая призвана утешить, это, да. Но книга любопытная, там дальше есть, там рассказы о спасениях, еще раз, как правильно, это рассказы об избавлении от беды, от спасений, и в этом смысле книжка довольно достойная всевозможного. Кстати, замечу, она тоже не оригинал арабский, но она переведена, и в результате замечу, что это как раз практически главная книга, которая от него осталась, и эта книга, она ну, важнейшая, ну, то есть важнейшая, она популярнейшая, то есть оказался популярным скорее писателем, чем раввином, я бы сказал. Главное же событие, если вот из этой Кешевики Раван, главный человек, который вышел, это Раби Ицик Альфаси, хотя у него Альфаси, как не трудно догадаться, это из Феса, это город в Марокко, или Алжире, маразм, значит, это не Раван, но принято считать, что он учился в Кироване. И главное в истории с Раби Ициком Альфаси, это Альфаси, это точно его происхождение, он точно исцелся. Но, кажется, он учился вот у этой пары людей, Рабейну Нисим, Рабейну Хаминейн, и самое главное состоит в следующем, что в какой-то момент в биографии Рабейну Ицака в какой-то момент ему пришлось сбежать из Феса, и он переехал в Кордову. И там на два поколения зашла звезда великой Ешивы Алисана, на иврите она называется, и все произносят Алисана. На самом деле это город Люсьена рядом с Кордовой. Рядом с Кордовой это не Люсьена, а Аль это арабская преспублика, естественно. Это город Люсьена рядом с Кордовой, Великая Ешива, которую он возглавил, и, собственно, вот мудрость Рамбама, она из этой Ешивы. Его папа учился в этой Ешиве, ну, не у Райве Ицхака, а у его ученика. Значит, и замечу, что почему я вот эта линия галахическая, она очень важна, потому что, собственно, к Рамбаму ведет вот эта линия. То есть Италия, Кейрован, и далее Люсьена, и Рамбам, вот он здесь. Далее он переезжает в Египет. Надо сказать, что после у Рамбама нет продолжения. В Египте у него не было продолжения. Раби Авраам, сын Рамбама, это другое явление, оно не похоже на отца. Я не говорю, что хуже. Его книги классика. Но это совершенно про другое. Он находится, у него другая философская школа, все другое. Но, собственно, Рамбаму никто не наследует. Вот на этом вот эта линия ученых, она как бы кончается. на Рамбаме она кончится. Еще раз, Рабей Авраам, Раби Авраам, сын Рамбама, это про другое, это важное явление, но другое явление. Значит, поэтому эту линию надо просто хорошо представлять, как она идет. Это Эрец Исраэль, Южная Италия, Кейрован, Кордова. Вот такая география, но это именно наследование мысли, оно идет ровно вот этим путем. может показаться удивительным, столь сложное географическое движение, но его просто надо представлять себе. Ну, вот так. На сегодня, да, я забыл вас поздравить с Рош Ходыш, но Рош Ходыш. Ходыш Тов. Ходыш Тов. Ходыш Тов. Ну, вот так. Господа и дамы, у нас есть одна дама, в всяком случае, обозначена как дама. У кого-то есть вопросы? Ну, значит, это сам. У меня маленький. Ну, маленький только, да. Скажите, пожалуйста, вот эти ученые, включая Рамбама, которые прошли через Испанию, это все были каббалисты? или это было? Каббалистам от слова вообще. Все рассказы о Рамбаме как о каббалисте, это я не верю ни одного момента. Это называется от слова вообще. Есть фальшивый заведомо трактат, приписанный Рамбаму про Каббалу, но это очевидно фальшивка. Значит, Рамбам нет, Альфаси ни одного следа его каббалистической деятельности нет. Из то, что до нас дошло Раббейну Хананеля, Каббалы там нет, и ежели Каббала откуда-то идет, то вот у Рабхая Гаона это да, там есть на эту тему. Там кое-что есть, там есть цитата из вот этой литературы, вавилонской каббалистической литературы, трактаты, он упоминает Херва де Маше, Меч Моше, каббалистическая трактата. Да, вот оттуда да, идет, и она дальше, Каббала пойдет по пути через Испанию, но через скажем Рамбан Раби Исп по-моему Сагин Ахор ну вот такие вот пойдут друг. Испак слепой. Это да, да, Сагин Ахор это и слепой. А, да, спасибо. Сагин Ахор это ну это термин слепой, это эфемизм дословно ясноокий, но это эфемизм, который означает слепой, когда про кого-то говорят ясноокий, то это слепой на самом деле. Он слепой. Вот, пойдет по другой линии и я хочу заметить следующее. Рамбан некоторое исключение, комментатор Талмуда, который является каббалистом, это не очень частое явление. Как правило, каббалистами являются галахисты. Вот тут есть такая связь. Вот философы еврейские редко бывают каббалистами, потому что тот, кто занимается каббалой, не занимается философией, у него есть другая философия каббалистическая. А вот среди галахистов очень много именно каббалистов. Но это чуть-чуть другая, это другая линия наследования, это рамбан и вокруг него. И это уже это вот смотрите, скажем, вот каббалистом был Ибнезер, Авраам Ибнезер. Но он из Туделы, это совершенно другой центр. Это Испания, но другой центр. И он никаким образом не связан. Но ведь важно в каббале эта связь с верхними мирами, постижение их, то есть центр это только направление. Но была ли связь у него? Вот в чем вопрос. Но связь, как устанавливать эту связь, это кто-то должен научить. Вы не можете научиться этому сидя дома. Это кто-то, это вам нужна какая-то традиция. Это же не случайно всегда мы более-менее знаем кто от кого кто у кого учился. Это некоторая традиция. школа скажем Раби Аврама Булафия, который не похож ни на кого, или формальная школа Рама Корабиноши Кордовэру. Это всегда надо понимать кто у кого и что принял. По этому поводу в этой школе кабалы я не вижу ни одного кабалиста в этой школе. Вот Кейрован выход из Кейрована в тех поколениях кабалистов нет, там эту школу не развивали. То есть они все свои выводы делают или по традиции или чисто софистически. То есть не по знанию, не по связи с творцом. Нет, у них очень они очень мощно опираются на традицию. Но эта тема их не интересует. Поймите, у Равина ведь тоже есть специализация. Да. У любого. Ну очень мало. Это Рамбом был Ишишкалот, что называется Человек-гроздь виноградная, который тут тебе и философия, тут тебе и галаха, и комментарии, тут все. Но таких очень мало. Как правило, все-таки есть некоторая специализация. Я почему про Рамбама спросил? Потому что вот у Абулафи несколько работ серьезных именно посвящено именно философии Рамбама. Он на него очень... Философия Рамбама очень сильно повлияла на Кабалу. Там есть чего? У Рамбама есть своя мистика. У Рамбама есть... мистичен. И тот, кто читал... Когда я говорю, что он не каббалист, я не имею в виду, что он не мистик. Он мистик. Ага. О, слава Богу. Теперь спасибо. Важный момент. Он не каббалист, ни с какого боку, но он мистик сплошной. Надо просто очень плохо читать Мурану, чтобы это не увидеть. Да, да, да. Надо просто злобно отмахиваться от того, что третья книга, первая половина первой книги, до тех пор, пока он не приходит в цепь Рамецвод, к рассказам о заповеди, там хорошо виден весь мистицизм, там, где он переходит к теме Гэшгаха и так далее. Там это хорошо видно. У него просто другая немножко мистика, не та, которая основная ветвь Кабалы. Основная ветвь Кабалы, она по-другому устроена. По ним постигал Эхолот. Такое ощущение. Я не вижу у него Эхолот, следы Сифрут Эхолот, у меня нет ни малейших оснований считать, что он с ними знаком, потому что он понимаете, он не выглядит человеком, который свои знания держит в секрете, а я все-таки читал его письма, много его письм, не только его основные книги, но еще и письма. У него я не вижу ни одного следа капбалистических влияния. Я просто следов даже таких не вижу. А проговорился бы. Спасибо. Окей. Ну хорошо, мы тогда на этом заканчиваем, правильно? Да. Мир, спасибо. Да, я понимаю, в 19 веке почему-то Рамбома было принято считать абсолютным таким материалистом, ну религиозным материалистом, поймите, не поймите меня правильно. Ну удобно, удобно. Это просто люди его не знают это означает. Тот, кто это позволяет писать, просто не знает о ком он пишет. Спасибо большое. Здоровья вам. Здоровья вам, здоровья всем. Только говорю, что технически у нас сегодня было перенесено с обычного Один момент. Если мне понадобится перенести НРВИ на следующей неделе. Я как раз хотел сказать, что у нас это было единоразово, но возможно это будет двухразово. Обычно может быть, если мне вдруг понадобится, я еще не знаю. Нет проблем, нет проблем, нет проблем. Мы всегда открыты, мы всегда открыты для Шандри. Окей, хорошо, тогда следите за нашими объявлениями, очень много рабочих, на следующей неделе у нас тоже будет ЙомРВИ, то бишь среда. Окей. Спасибо за работу. Всем счастливо и пока. Пока. Пока-пока. Пока-пока.